Заявители хотят усыновить мальчика, мать которого находится в тюрьме. Заинтересованное лицо считает, что сама сможет воспитать внука. Слушаем вас, заявитель. Ваша честь, по доверенности я представляю своего мужа. Мы с ним хотим усыновить Никиту Голубева. Это сын моей одноклассницы Жени Голубевой. Женя Голубева ведет достаточно разгольный образ жизни, свободолюбивый. Сбеременела непонятно от кого, так сказать, залетела. В свое время, год назад, даже села в тюрьму за драку, в которой кто-то пострадал очень серьезно. Она сейчас в тюрьме? Да, все верно, Ваша честь. Когда я приехала навстречу одноклассников, мне они все нашептали, что она сидит в тюрьме, родила, от ребенка отказалась. Как отказалась? Ну, я узнала, где она отбывает наказание. Как она отказалась от ребенка? Она его бросила. Не, ну она не отказывалась от него. Ребенок живет со своей бабушкой, как я понимаю. Да, сейчас под опекой бабушки, она как бы воспитывать его и сама не захотела. Мне стало так обидно, у меня прямо вот в груди защемнуло. Мы с мужем 10 лет пытаемся завести детей, у нас ничего не получается. А у нее ребенок, который ей не нужен. Ну как так? Как так происходит? Да, так бывает. И вы знаете, я поговорила с ней. Вы в колонию к ней ездили? Я приехала к ней в колонию. Она сказала, что она не против того, чтобы мы с мужем усыновили ее ребенка. Но сейчас им занимается бабушка Анна Львовна. Которая опекун официальный? Которая, да, является его официальным опекуном. Но, понимаете, Ваша честь, Анна Львовна прибежала в роддом, где она в свое время работала акушеркой, и уговорила руководство роддома забрать ребенка. Если бы не тот факт, что она там когда-то работала акушеркой, ребенка ей не видать. И она это прекрасно знает. Так я ничего не поняла. Что значит отдать ей ребенка? Она оформила опеку, мать не отказалась от ребенка. Мать хотела отказаться от ребенка изначально в роддоме. Она уговорила, она ее отговорила. Этого не делать в роддоме. Ну, правильно сделала. Ну, естественно, надо отговаривать женщин от таких шагов. Но вы понимаете, сама Женя, она не хочет воспитывать ребенка. Она мне дала согласие на усыновление мной ее ребенка. Она знает нашу семью, знает меня и мужа. Да ты надавила, наверное, на нее. Ну, как можно надавить в такой ситуации? Да, конечно, в той ситуации, в которой моя дочь сейчас. Все что угодно. Органы опеки тоже встали на мою сторону. Но бабушка Анна Львовна начала скрываться. То тут, то там по знакомым. Где-то бегает с ребенком. Бедный мальчик, что он переживает? Ничего не бедный. К бабушке нет никаких претензий. Она действительно хорошо смотрит за своим внуком. Но все-таки, если стоит альтернатива опека или усыновление, для ребенка, особенно такого маленького... Сколько ребенку сейчас? Полтора года, ваше честь. Полтора года. Всего полтора года. И бабушке сейчас 65 лет. Дай бог ей здоровья. Но все-таки воспитывает ребенка до совершеннолетия, до 17 лет. Когда ему исполнится 18, ребенку, бабушке уже будет 82. Ну и что? Ну, как бы это вроде бы не препятствие. Но мы не знаем даже, что будет через год. А здесь стоят живые усыновители. У нас есть информация о том, что мать не хочет своим ребенком заниматься. И есть отказ. Она согласна передать ребенка именно в эту семью? Поняла. Согласен. Поэтому в интересах ребенка исключительно. Я все поняла. Хорошо, я поняла вас. Я бабушку хочу послушать. Ваша честь, я ей отдам ребенка. Это мой внук. Это мой родной внук. Это моя кровиночка. Это моя жизнь. Это, я не знаю, солнышко мое. Как же я отдам-то чужим людям? Ну как? Да, моя дочь находится вот в местах лишения свободы. Осудили ее. Ну и что? Ну она же вернется. Она вернется. Да мало ли что может, допустим, с ней произойти. Она же одумается и будет воспитывать. Ну как одумается? Она уже подписала документ. Она подписала. Она вырастила. Хочешь вырастить? Потому что ты поехала и надавила на нее. Она жала на ее, как всегда. Но как можно додавить на человека, который в роддоме хотел уже, ваше честь, отказаться от ребенка? Ваша честь. Если бы не бабушка. Я не отдам ребенка, я буду бороться за него. Потому что вот этим людям чужим, которые... Я не понимаю, почему вот эта вот Вика, она просто присосалась к нашей семье. Она же бывшая подруга моей дочери. Еще со школы они дружили. Я бы такую подругу, я не знаю, гнала бы тогда еще. Она все у нее выпрашивала. И она привыкла, что вот все должна моя дочь ей отдать. Моя и домашку за нее делала. Моя и вещи ей отдавала, какие понравятся. Потому что, видите ли, ей понравились. И отдавала. И тогда говорила, дурочка какая-то, ну глупая. Ну ты вот прям открытая душа. Ну разве можно так вот все отдавать-то? А сейчас она опять явилась, чтобы моего внука забрать. Потому что ей вот прям именно моего хочется забрать. Не получится. Она ей жене сломала, вот эта вот девица, она сломала моей дочери жизнь. В чем вы еще меня хотите обвинить? Да, вот ты в этом во всем виновата. Потому что жизнь моей дочери пошла по наклонной тогда, когда она увела у нее жениха. Вы знаете, вот встречалась моя девочка с парнем. Нормально все было. Это вот ваш муж? Да, это мой муж. Случилась любовь, ваша честь. Она с ним встречалась, а потом он женился на ее подруге. Да, подали заявление. А до свадьбы вот она заступала ее в постели. Она потом придумала, что это там как бы любовь. Это называется любовь. Какая любовь? Это не причина, чтобы ваша дочка пошла по наклонной, знаете ли. Подождите, опека. Да, ваша честь. Вы не встревайте, дайте мне с бабушей поговорить. Хорошо, прошу прощения, ваша честь. Ваша честь, и после этого. И она увела жениха у нее. Да, и вы знаете, ну как это, предательство любимого человека, предательство близкой подруги. Ну это же как пережить-то? Ну моей дочери с этого момента и пошло все по наклонной. Вот правда. Я как ни отговаривала, просила ее, умоляла. Ну любила она этого подлеца. Любила. Вот и пошло все. Она связалась с какой-то компанией непонятной. Пьянки, гулянки. Ну и забеременела, не понять из кого. Забеременела и родила. А в роддоме оставила ребенка. Я как узнала, я побежала. Я его забрала, принесла домой. И потом решила оформить опеку. Благо мне помогли руководство роддома, потому что я там всю жизнь проработала. До 60 лет акушеркой. Ну она тем не менее записана матерью ребенка. Все есть с рождением-то, дайте. И воспитываю вот полтора года. А вот явилась эта девица, потому что... Так, скажите, а из тюрьмы-то она все-таки интересовалась ребенком? Ну, ну как, я... Скажите честно, не интересовалась, как на самом деле есть. Почему? Откуда вы знаете, что вы диктуете? Может быть, как раз на самом деле она интересовалась? Вы знаете, я с маленьким ребенком, я не ездила к ней. А ну она-то спрашивала что-нибудь про ребенка? Ну, ну не спрашивала. Не спрашивала, конечно. Не спрашивала, но это не значит, что... А через сколько она выйдет? Через два года. Через два года. Она год уже отсидела, через два года. Вы понимаете, Ваша честь, я хотела бы также приобщить к делу справки о нашем финансовом состоянии. Мы с мужем достаточно люди обеспеченные. Я работаю бухгалтером. Он программистом. Это тот он, которого вы у девушки увели. Да, Ваша честь, любовь случается. У нас прекрасная трехкомнатная квартира. У меня есть возможность работать на удаленке. Муж очень хочет научить ребенка кататься на коньках, играть в футбол. Муж очень хочет ребенка своей бывшей девушке, да? Да. Бабушка все даст. Бабушка любящая все даст. У вас одна пенсия, маленькая, хрущевка. Какая маленькая? Как вы в этих... А почему нельзя это делать всем втроем? У ребенка будет и бабушка, и папа, и мама. Мне не нужна такая мать для моего внука. Я не уверена, что бабушку оставят в этой семье. Я Никитушку не отдам. Ваша честь, но за этим вопросом уже будем следить в условиях. В каких условиях ребенку растим? Ваша честь, у меня нормальные условия. У меня зарплата 28 тысяч, я подрабатываю в роддоме в этом, сторожем. У меня пенсия 15 600, хорошая пенсия. А если завтра не забыть, с вами что-то случится? А если с ними что-то случится? А если с ними что-то случится? На что, молодые, не погибая? Но их-то процент этого намного меньше, нежели со пожилой женщиной. Ничего не меньше. А если моя дочь вернется и случится то, что она будет любить его? Процент погибающих молодых довольно великий. Мало ли, поедете завтра на машине и разбились, или в самолете. Что за... Так, что вы ее хоронитесь-то? Да. Мы предлагаем ей, наоборот, совместно воспитывать этого ребенка. Кто предлагает совместное? Что вы в глупости говорите? Я слышу только от опеки. Я позволю бабушке визита к внуку. Я не хочу видеть вообще вашу семью близко, рядом с нашей семьей. Понимаете? Найдите себе миллион детских домов. Установите, удочерите, пожалуйста. Только не лезьте к нам. Я Никиту не отдам вашу семью никогда, ваша честь. Не отдам я ребенка. Не отдам я своего внука родного, Никитушку. Не отдам. Ну, вы поступите так, как суд решит? Я понимаю, да. Положим. Это, знаете, что значит? Я отдам, я не отдам. Вы ли что здесь в суде? Чтобы не... Никакого... Так, скажите, пожалуйста, согласие вот это на усыновление, которое я вижу здесь в деле, оно ведь нотариально не заверено? Оно нотариально заверено начальником колонии. Вы же понимаете, такая ситуация, что... Нет, оно начальником колонии не заверено. И я не ожидала, что она так быстро мне отдаст согласие. Поэтому... С первого приезда. Да, с первого приезда. Понимаете, это тоже много о чем говорит. Значит, она... Да о чем говорит? О том, что... Ее не нужен ребенок. Рожала, не сказала, какая старая бабушка будет воспитывать. Да как без денежья, да без отцовства. Начальник колонии заверил своей подписью это заявление. Она своей подписью заверила, но реально оно не заверено. Правильно? Нотариуса не было, да. Да, ваше чувство. Сумма удаляется для вынесения решений. Прошу всех слад. Далее в программе. Даже если суд присудит мне жить с матерью, нет, если я не буду жить, я пойду где-нибудь под мостом бомжевать. Но к ней я домой не зайду. После развода родителей подросток остался жить с отцом и вычеркнул из своей жизни мать и сестру. Чтобы вернуть любовь сына, женщина пошла в суд. Пошли бы тихенько в экспертизу. Так, а как тут тихонько? Ну, тихонько, ребенок, девочка. И что? Ну, как тут тихонько, да тут сразу все поймут. Мужчина пошел в суд после того, как жена родила ему дочку. Первую за 138 лет девочку в семье. Была ли измена? Или подвели гены? Скоро узнаем. Теперь только остается ждать, что решит суд. Заявление прошенных Виктории Дмитриевны Кирилла Алексеевича в усыновлении полутруга давала Никите Голубе оставить без удовлетворения. Прошу садиться. Ой, господи, Боже мой. В соответствии со 129 статьей Семейного кодекса Российской Федерации, согласие родителей на усыновление ребенка должно быть выражено в заявлении натурально удостоверенным или заверенным руководителем организации, в которой находится ребенок, оставшийся без попечения родителей. Либо органом опеки и попечительства по месту производства и усыновления ребенка или по месту жительства родителей. А также может быть выражено непосредственно в суде при производстве и усыновлении. Представленное в суд согласие матери не отвечает указанным в законе требованиям. Я считаю, что в интересах ребенка жить и воспитываться с родной матерью. Учитывая особенности ее личности, считаю необходимым ее личное присутствие в суде. Если она не передумает, то после ее освобождения приходите снова в суд вместе с ней. Тогда и поговорим. Дело закрыто. Прошу всех вклад. Решение суда. В иске отказать. Я уверена, что Женя и через два года откажется от сына. Но время будет упущено из упрямства этой бабки. Самые лучшие года он проведет без нормальных отца и матики. Но, слава богу, сейчас она, может быть, от нас останет. Нам с Никитой и так тяжело. А там вернется Женечка, и мы будем воспитывать своего внука. Я внук, а Женя – своего сына. Никто не должен страдать. Я пока жива, не хочу, чтобы вот мои внуки-то под них дома мотались. Взрослые в ответе за счастье детей. Я понимаю, что мы совершили такую оплошность. Это не оплошность. Это шаг, за который вы будете расплачиваться всю жизнь. А кто не понимает, будет иметь дело с Алисой Туровой. Что вы глупости говорите? Вы развращаете ребенка и превращаете ее в подлую тварь. «Битва за будущее» каждый будний день на нашем канале. Истец требует определить место жительства сына-подростка с ней. Ответчики с иском не согласны. Заявляют, ребенок отказывается жить с матерью. Слушаем вас, истец. Ваша честь, два года назад я пережила развод. Тогда суд установил, чтобы моя младшая дочь Анастасия Настенька жила со мной. А сын Толя жил с Колей, с моим бывшим мужем. Я, как мать, очень переживаю за то, что потеряла общение с сыном. Мне необходимо, чтобы суд установил его проживание вместе со мной. Дело в том, что мой бывший муж, Коля, получил травму. И производственная травма на работе, он стал тяжело больным. И сейчас он не может работать. И мой сын Толик должен ухаживать за ним, помогать ему. Безусловно, моя бывшая свекровь, Алектина Сергеевна, приходит к ним и помогает. Но она же пожилой человек, у нее давление, сердце. С каждым годом лучше не становится ситуация со здоровьем. Мне необходимо, чтобы мой сын рос здоровым подростком, чтобы у него была свобода действий, чтобы он мог уделять время учебе. А не только лишь ухаживать за своим отцом. Я, как медработник, знаю какое-то тяжелое бремя. Знаю, сколько времени на это уходит и сил. Как эмоциональных, так и физических. А подростку, безусловно, нужно в его возрасте совершенно другое. Будьте добры, удовлетворите мою просьбу. Сколько лет вашему сыну? Четырнадцать. Ему четырнадцать лет? Четырнадцать лет. А он как к этому относится? Дело в том, что мой сын... Я пыталась несколько раз выйти с ним на общение, но он, даже когда перед школой я пыталась с ним встретиться и поговорить, он убегает от меня. Он заблокировал телефонные звонки. Все мои попытки достучаться до него идут крахом. Ну и как вы себе представляете? Мы его цепью, на цепи приведем к вам? Ну, безусловно, нет. Если человек не хочет, то, может быть, он пока еще не готов, пока не пришло время. Но если я не продолжу пытаться, то я совсем потеряю своего сына. Дочка-то с отцом общается? Я не препятствовала никогда и не буду препятствовать. Дочка общалась, а сын с вами не общался два года. Нет, это, скорее всего, я предполагаю, что здесь в этом поучаствовала моя бывшая свекровь. Она настраивает моего сына против меня. Ну, настраивает или не настраивает, это могут легко выяснить психологи. К психологу я не обращалась, я своими силами пыталась возобновить общение и контакт с сыном. Но если он еще не готов, может, вы еще попытаетесь как-то с ним наладить отношения? Потому что как решение-то я вынесу? Оно же неисполнимо. Ваша честь, примите во внимание ситуацию о тяжелой болезни моего бывшего супруга на данный момент и о условиях, в которых они живут. У Алевтины Сергеевны маленькая пенсия. У моего мужа по инвалидности тоже пенсия будет небольшая. Они не смогут существовать на ту сумму, которая даже совместно, в совокупности у них будет. Плюс ко всему, Ваша честь, Алевтина Сергеевна, они будут находиться в двухкомнатной квартире большую часть времени. У меня же условия лучше. Зарабатываю я больше. Я могу своему сыну дать возможность нормально учиться. Там же такой возможности у него не будет в связи со ситуацией. Хорошо, слушаю вас. Ваша честь, я представляю интересу моего сына Николая Власова. Мой сын категорически против иска этой женщины. Она предала семью два года назад. Простите, Ваша честь, в чем пред... И она обманщица. Не избивай меня, пожалуйста. Простите. Она обманщица. Никогда мой сын не препятствовал, чтобы мой внук Толик с ней общался. Никогда. Это неправда. Это неправда, простите. Так все, молчите про неправду. Все говорят неправду. Не стал с ней общаться. И сейчас он не общается. И когда узнал два года назад об изменах ее, он ее вычеркнул из жизни. Но мы тут, ни я, ни мой сын вообще ни при чем. Потом, пенсия. Да, у меня небольшая пенсия. Но моя пенсия, сына, у нас получается 33 500. Вы знаете, Ваша честь, в 90-е годы я сама воспитывала сына. А как можно реализировать работы еще, если у него производственная травма? Ну, производственная, ну, вот назначили 18 тысяч. И у меня 21. В общем, получается 33 500. Я имею навык бережливости с 90-х годов. Поэтому знаю, как вести хозяйство. И нам хватает. Потом. Даже если не будет хватать, у меня квартира есть однокомнатная. Вот выписки. Вот. Передайте. Однокомнатная. У сына двухкомнатная. Я могу перейти, ехать к ним. У него прекрасная квартира. Сдавать. Это хорошие деньги. Да, это прилично. Я уже подала документы. Иск в суд, чтобы опекунство взять над своим внуком. Не в суд, а в опеку. В опеку вы передали. Ваша честь, можно добавить? Это неправда. Потому что я держу связь с органами опеки. Таких документов подано не было. Много ты знаешь. Ну, все, не было, завтра будет. Вы знаете, Ваша честь, вот об моем здоровье. Я действительно, правда, болею часто. Но я не инвалид. Просто по возрасту. Мой возраст, возьмите, то-то, то-то. Да, и сердце, и давление. Но я же, у меня энергии много. И что это вы меня помирать-то? Прямо вообще. Я очень помогаю. И это мне в радость. Я прихожу, готовлю, убираюсь. Потом Толик. Толику 14 лет. Но у нас мальчик самостоятельный. Да, он научился ухаживать за своим отцом. В доме у нас есть люди, которые... Он выносит мусор. 50 рублей пакет. Субботу, воскресенье курьером подрабатывает. Это не все, наверное, деньги. Для молодого человека зарабатывать 50 рублей. Нужно, чтобы... Это что он учил? Ваша честь. Ваша честь. Ваши пакет. 10 пакетов, 500 рублей. Да. Да. И потом... А могут тратить это время совсем на другое, Ваша честь? Простите. Хоть мой сын инвалид первой группы, но у него с головой все хорошо. И книги читают, и фильмы смотрят. Общение очень хорошее. И если вы лишите сына моему, сыну Николаю, я не знаю, как он выкарабкается, а мы думаем, что он выкарабкается, мы для этого все делаем. А этой женщине неверти. Никто не хочет его лишать общения с отцом. Она обманет. Как мать может обманывать собственного ребенка? Не надо удовлетворять ее иск. Поняла ваша позиция. Самое главное благополучие сына. А мальчик-то вы привели? Ой, мальчик тут ждет. Ну, конечно, я же должна его просить. Вызовите. Он вам скажет, что мы его не настраиваем. Совершенно литву, идите. Здравствуйте. Здравствуй, представься. Меня зовут Власов Анатолий Николаевич. Ваша честь, я не хочу жить с матерью. Она для меня пустое место. Она предательница. Она отца предала. Сын, это жизнь. Нам нужно поговорить. Нет, я не хочу с тобой разговаривать. Отец меня упрашивал, чтобы я позвонил матери, разговаривал с ней. Но я не хочу. Я не хочу её слышать, не общаться. То есть отец не говорил тебе, не звони маме, не общайся с ней. Такого не было? Нет, нет. Он говорит словами своей бабушки. Ты сам не хочешь. Никто тебя не настраивал. Нет, никто меня не настраивал. Никто не настраивал. Не хочешь сам. То есть ты два года ее не видел. Правильно? Ну, хорошо. А с сестрой ты общаешься? Да, общаюсь. С сестрой общаешься? Да, с сестрой, да. Понятно. То есть сестра к вам приходит? Да. Понятно. Ну и что вы мне предлагаете в этой ситуации? Ваша честь, я не думала, что у сына такая стена, и он настолько не хочет общаться с матерью. Я готова, я прошу суд. Моя главная задача сейчас, чтобы ребенок не попал в детский дом. Почему он должен попасть в детский дом? У него живой отец, живая бабушка, живая мать. Почему он должен попасть в детский дом? Бабушке не дадут по состоянию здоровья, органы опеки не одобрят ее обращение, чтобы ребенок был на ней. Поэтому можно ли сделать так, уважаемый суд, Ваша честь, чтобы мой сын Толик, чтобы для него осталось все как есть, и он остался жить с отцом, помогать ему, быть рядом с бабушкой, но при этом по документам, чтобы он проживал со мной. Ну вот смотри, мам, что предлагаешь. Чтобы там по документам ты чистился как бы проживающим с ней, но она не будет заставлять тебя с ней жить. Ты как к этому относишься? Нет, я уже взрослый, у меня есть паспорт, я сам зарабатываю. Даже если суд присудит мне жить с матерью, нет, если я не буду жить, я пойду где-нибудь под мостом бомжевать. Ну к ней я домой не зайду. Ну зачем тебе под мостом бомжевать? Я из квартиры. Ну с ней я не хочу жить, она для меня никто. Я хочу, чтобы было хорошо для тебя. Я не хочу тебя слышать. Я лучше буду жить с бабушкой и с отцом. Для меня главное твое благополучие. Нет. Ну не главное, не главное. Когда развелись и разделили детей, не главное. Бабушке я смогу помочь, давление померить, отцу помочь. Но с ней я не буду никогда жить. Она для меня просто никто, не существует. То есть ты вот так отрезал? Да. Давайте ваши документы. Ваша честь, обманет она, обманет. Она уже обманула. Вот еще вот про пенсию, про пособие, возьмите еще, пожалуйста. Такая ситуация могла случиться и с мужем. Мы не бедствуем. Он мог полюбить другого человека. Я честно ему об этом сказала. Что надо было врать дальше, быть вместе ради детей. Не удовлетворяйте иск этой женщины. Вы знаете, вы можете подать на алименты еще на нее. Хотя при том, что дети разделены, то алименты выплачиваются в твердой сумме. С более обеспеченными, менее обеспеченными. У вас есть все основания. Ваш сын стал инвалидом и может подать на алименты. Помогайте. Ваша честь, мы справимся. Мы действительно не бедствуем. Да, мы не шикуем, но мы не бедствуем. Ну ничего, все равно алименты не помешают. Все удаляются для вынесения решений. Прошу всех встать. Далее в программе. Пошли бы тихенько в экспертизу. А как тут тихонько, ну, тихонько, ребенок, девочка. И что? Ну как тут тихо, да тут сразу все поймут. На протяжении 138 лет в роду рождались только мальчики. И когда в семье вдруг появилась на свет девочка, муж заподозрил жену в измене и пошел в суд. Из класса Ирина Валерьевна определение места жизни у ребенка. С ней оставить без удовлетворения. Прошу садиться. Ну как можно заставить 14-го ребенка жить не там, где он хочет? Ну как, каким образом? Приковать его к батарее? Ну очевидно же, что где он хочет, там он и будет жить. Значит, пытайтесь наладить с ним отношения, как хотите, но я такой иск удовлетворить не могу при таком отношении к вам ребенка. И, конечно, я настаиваю на том, чтобы вы подали от имени вашего сына, подали на алименты. Вы обязательно подайте. Какую-то твердую сумму она будет платить. Ну почему же она должна нести, обязательно, может вы добровольно договоритесь, но она должна нести какую-то ответственность за своего сына, пускай платит. Вам они не помешают эти деньги, ребенку не помешают. Гордыне-то не надо особой. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Не нужно алиментов. Я сама буду выплачивать сыну 10-15 тысяч, если смогу 20. Главное, чтобы он не работал курьером и смог нормально учиться. Я не знаю, на что рассчитывала эта Ирина, а? Что же она думает, если она предала, разрушила семью, и после этого прям Толик бросится к ней с объятиями? Не бывать этого. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Это не мой ребенок. Это твой ребенок. Если вы не можете вернуть свои деньги... У нас дети за деньги не продаются. Если благополучие ваших детей под угрозой... Я ради сына готова и руку, и ногу сломать, лишь бы его не посадили. Если семейный скандал вот-вот превратится в развод... Да, Ир, да. Я ее люблю. Да ты будешь не мне отвечать, а моему отцу и брату. Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Ну вы когда это подписывали, вы о чем думали? Это бесплатно. Истец оспаривает свое отцовство, будучи уверен, что жена ему изменяла. Ответчик иск не признает. Утверждает, что ее оговорили. Никакой измены не было, и ребенок от мужа. Слушаем вас. Ваша честь, я хочу подать, так скажем, иск на отцовство. О том, что я не являюсь отцом. А спорить отцовство хотелось бы. Дело все в том, что жена мне изменила. Да не изменяла я тебе. И помолчи. И все, как это получилось, знаете, я вам сейчас расскажу. Все началось с нашего прапрадеда. Давным-давно, еще 138 лет назад. У него была женщина. Долго они не могли забеременеть. Пытались, пытались. И спустя долгое время появляется первый ребенок. Девочка. В младенчестве она умирает. Потом опять долгое время у них ничего не получается. И вдруг опять супруга забеременела. Рождается девочка. Но получается так, что во время родов ребенок и супруга умирают. Проходит опять время, и у прапрадеда появляется вторая супруга. И опять у них ничего не получается. Он уже, знаете, молиться начал. Долго молился. И спустя, наверное, лет 10 даже. Вот ему за 40 было. Начали одни пацаны рождаться. Представляете, 8 человек. Один за другим. Первый, правда, погиб еще в Первой мировой войне. А все остальные стали приличными людьми. Ну, то есть выросли, да, в обществе состоялись. И самое главное, у всех пацаны. Даже мой дед, который родился в 1910 году, у него было три сына. У всех пацаны. И вот младший – это мой отец. И у отца брат, у брата один пацан. И у меня вот двое пацанов. И понимаете, сама суть-то в чем? Когда Наталья была беременна, ну, можно было сделать УЗИ. А зачем его делать? Ну, то есть я был уверен в том, что в нашем генетическом, так сказать, роду всегда рождаются одни пацаны. Мы не стали этот тест делать. Девочка. А мы начали собирать документы. Хотели подать на книгу рекордов Гиннеса о том, что за 138 лет 93 пацана, на секундочку, родились. Ну, вот сами посудите. И тут так получается, я в скандал еще в больнице закатил. Я говорю, быть может, акушерка ребенка-то подменила. А вот, оказывается, у нас был оператор. Ну, видео, которое снимает. Я-то эти дела, знаете, не переношу, так скажем, на дух. И оператор снимал роды на память. И когда вот ребенок родился, врач держит ребенка. Ну, и говорят, у вас родилась девочка. Жена мне звонит, говорит, ну, дорогой девочка. Я говорю, ты с ума сошла? Я говорю, обратно этого, эту девочку засовывайте. Да быть такого не может. Ну, не может быть такого. То есть, это факт того, что она мне изменила. А сейчас она не хочет со мной разводиться. Ну, потому что ребенку только три месяца. А я хочу развестись, потому что... Ну, вы не имеете права. Ну, вот алименты и не хочу платить, да? И воспитывать чужого ребенка, извините, тоже. Развестись не можете все равно. Ну, это не дело. Хорошо, объясните мне. У вас какие-то подозрения были в отношении вашей жены? Было однажды дело-то, что у них там корпоратив был. Ну, опять же, посудите, у нас как-то за последние 138 лет, Ваша честь. Одни мужики. А тут, ну, ни с того, ни с сего рождается... Что значит ни с того, ни с сего? Я бы на вашем месте обрадовалась. Ну, не может быть такого, Ваша честь. Ну, не может быть такого. Хорошо, не может, значит, не может. Но все равно, пока год не исполнится ребенку, вы развестись не можете. Ну, будем что-то с этим делать, потому что... Ну, это не дело. Слушаю вас, Ответчик. Ответчик, слушаю вас. Ваша честь, я вас очень прошу, пожалуйста, ну, не удовлетворяйте его иск. Да не изменяла я тебе, Аркаш, послушай ты меня. Конечно, конечно. Ваша честь, я на сто процентов уверена, что это ребенок Аркадия. У него брат Виктор, так он вообще повернутый на генетике. Он хочет попасть в книгу рекордов Гиннесса. Да у них за 138 лет 93 рожденных мальчика. Да это бред, да вы уже попали в эту книгу рекордов Гиннесса. Что одна рожденная девочка может изменить? Да никакого бреда тут быть не может. Ваша честь. Стыдно тебе признаться и все. Сразу меня не взлюбил, когда я пришла в их семью. Я не знаю, в чем причина. Может, он сам на меня свой глаз положил. У него у самого жизнь не складывалась. Так он решил нашу семью испортить. А ты ему веришь. Он постоянно ему несет какой-то бред, а Аркадий ему верит. Почему ты веришь ему, а не своей жене? Я тебе говорю так, как оно есть. Ну смотри, у нас два пацана родились. Это не значит, что не может родиться девочка. У меня другие гены совершенно. Ваша честь, я вас очень прошу, пожалуйста, не удовлетворяйте иск. Слушайте, все решит генетическая экспертиза. Я вот не могу понять одного, для чего вы в суд притащились? Позорить вашу жену, когда могли сделать генетическую экспертизу сами. Ваша честь. Так, понимаете, я хочу вот это мероприятие-то оспорить. О том, что мы собирались подавать документы. Да, вот она рожает девочку. Собирались куда подавать документы? На книгу рекордов Геннесса мы собирались документы, чтобы подать. Это важнее, чем семейная жизнь. Ну, знаете, такое, чтобы увековечить. Ну, 93 мужчины за 138 лет. Да вы попернутые, она чушь какая-то. А ты меньше по мужикам будешь таскаться. Чушь какая-то. Объясните мне, почему вы в суде. Подождите. Почему вы в суде? Почему вы не пошли просто в любую лабораторию, которая делает эту экспертизу, и не сделали экспертизу? Тогда все было бы понятно, и вам не пришлось бы здесь позорить вашу жену. Ни с того, ни с сего. Знаете, ну, вот как-то я не хочу, чтобы потом все говорили о том, что вот жена тебе изменяет, что все бы там знали. Я хочу, чтобы все сейчас раз и на себя убедились. Так вот как раз, чтобы все сейчас про суд-то и узнают. А пошли бы тихенько в экспертизу. Так, а как тут тихонько, ну, тихонько, ребенок, девочка. И что? Ну, как тут тихо, да тут сразу все поймут. У нас все друзья. Ваша честь, девочка уже родилась. Уже родилась, девочка. Почему вы в экспертизу-то не сделали? 93. Мужчина. Ну, не может же быть такого ни с того, ни с сего. И девочка. Ну, об этом невозможно молчать, понимаете? Ладно, хорошо. Ваша честь, можно я внесу уточнение? Да. Я предлагала Аркадию сделать тест ДНК. В смысле его делать? Но он отказался. Он сказал, что не собирается платить большие денжищи, потому что и так все ясно. У них якобы по легенде 93 мальчика за 138 лет. И в любом случае у них должны рождаться одни мальчики. В таком случае я ему предложила, что сама сделаю генетическую экспертизу. На что он мне так же самое сказал, что я этот куплю результат. Я не знаю, как ничего доказать. А мне все-таки недоверие, это последует. Все понятно. Имя от клеветы. Да ты веришь вам к своему брату. Меньше будешь по мужикам ходить. Да? Клеветы. Ваша честь, прошу пригласить моего брата в качестве свидетеля, чтобы он всю правду-то и рассказал. И хватит уже об этом. Он спал с вашей женой, что ли? Правда-то в чем? Что он спал с вашей женой? Чтобы грязь меня дальше поливать. И верить всему бреду, кто он говорит. Ладно, давайте вашего свидетеля. Свидетели Сау, идите. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте, Ваша честь. Я свидетель из Сау, его брат. Что вы можете нам засвидетельствовать? Я могу засвидетельствовать вам следующее. Дело в том, что мы действительно с Натальей работаем в одной компании. И ровно за 9 месяцев до того, как она родила дочь, я был свидетелем следующего происшествия. Наш общий начальник устроил нам выездной корпоратив. Тимбилдинг, так сказать. Где я был свидетелем того, что один из наших коллег, который давно ухаживал за Натальей, сознательно споил ее, сидел с ней, развлекался весь вечер. И потом проводил ее в номер. Ваша честь. Да мне правда стало плохо. Я выпила шампанского. Мне ударило в голову. Я правда, мне помог коллега подняться в номер. Я закройся в номер и легла спать. Все. Вы свечку-то придержали, пока он вашу невестку... Вы понимаете? Нет, я свечку не держал, но через 10 минут, когда Андрея этого... Его отзвали, кстати, Андрея Зубарева, этого коллегу. Когда он не вернулся через 10 минут, я забеспокоился и пошел к ней в номер. Стучался долго специально, потому что больше времени ей не дал. Она не подходила к двери и в конце концов через дверь сказала мне, что у нее болит голова и легла спать. Я понял, что она не одна все-таки, потому что она мне не открыла. Но мне ничего не осталось, как вернуться на эту вечеринку. И когда через полчаса на этой же вечеринке я услышал, как этот же Андрей Зубарев, двум другим нашим коллегам-мужчинам, рассказывал, что он переспал с Беловой, с Натальей то ли. И, конечно, тогда я отреагировал на хамство Зубарева, подошел, влепил ему две почечины. Опять свои сказки рассказываешь? Я был свидетелем этого события, которое ровно 9 месяцев до рождения дочери произошло. Ты нашу всю жизнь свидетелем. Постоянно придумываешь какие-то сказки, рассказываешь бред, а ты веришь. Как тебе... Так, вы мне надоели, братцы, два брата. Я вам заключение молекулярной генетической экспертизы сейчас зачитаю, чтобы вам стыдно стало обоим. Давно пора уже. Вероятность отцовства Белова Аркадия Ивановича в отношении Беловой и Светланы Аркадьевны составляет 99,9 в периоде. В смысле? Я же тебе говорила, я говорила, что это твой ребенок. В прямом смысле. Подойдите и посмотрите своими глазками. Это твой ребенок, я тебе не изменяла. Быть такого не может, но это есть. А тебе не стыдно раньше сказки заменять? Как будете у жены прощения просить? Не знаю. Я бы на ее месте не простила бы. Я действительно был свидетелем. Подожди. Я только от тебя беспокоил. Тут удаляется для вынесения речи. Слушай, прошу встать. Я не помню. То есть все вот это время ты, получается, врал, что ли? Я действительно был свидетелем этих событий. То есть ты настроил меня против жену, в первую очередь, и всю семьи? Нет. Слушай, это сейчас тебе повлияло. Вот ради вот этой чертовой книги Гиннеса в своей ты собрался мне семью разрушить? Это, это хорошее мероприятие было. В книгу рекордов Гиннеса это тоже отличное мероприятие. Ты главное мне верь, мне верь. Если у нас в роду сто третий человек мальчик. Он постоянно какие-то сказки рассказывает. Да, слушать будем решения? Их Беляева Аркадия Ивановича обоспаривали отцов, что оставить без удовлетворения. Прошу садиться. Тот факт, что Белов Аркадий Иванович является отцом ребенка, ответчика, подтверждается заключением молекулярно-генетической экспертизы. Суд не имеет оснований не доверять заключению экспертов, поскольку экспертиза проводилась. По определению суда, в компетентнейшем экспертном учреждении, с соблюдением всех требований Гражданского процессуального кодекса, всех 79-й, 84-й, 85-й, 86-й статей Гражданского процессуального кодекса, возможности не верить этой экспертизе и у вас нет. Я говорю, мне только непонятно, как вы у своей жены будете прощение вымаливать. Спасибо за это. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Все это безумие началось из-за Витька. Он на своей книге рекордов Гиннесса с ума уже сошел. Перед Наташкой как-то неудобно. Ну, ничего, колечко ей куплю. Я не знаю, как Аркадий после всего этого позора у меня будет вымаливать прощение, но я знаю точно одно, что Виктора я на порог нашего дома больше никогда не спущу. Отец сказал, либо аборт, либо вон из дома. Дела судебные, битва за будущее. Какая вы мать, если ребенок не помнит, как вы выглядите? Какая вы вообще мать? Лучший учебник о правах и обязанностях детей и взрослых. Они постоянно указывали ему, А вы своему ребенку не указываете, что ему делать? Смотрите с понедельника по пятницу на нашем канале.